Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир вкусной и полезной еды. Сегодня мы будем готовить бархатистый, с нежным сливочным вкусом и ароматом мускатного ореха соус бешамель. Соус бешамель – это самый универсальный соус, применяется в сотнях блюдах, а готовить его очень просто, и сейчас мы вам это покажем. Бешамель – это очень старый соус, а за звание называться его родителями до сих пор борются две страны – Франция и Италия. Все дело в том, что когда итальянка Катерина Медичи предстала перед французским престолом, в руках она держала баночку с соусом, который назывался соус-клей. Это, конечно, шутка, но поговаривают, что именно она привезла во Францию много кулинарных новинок, например, мороженое или этот соус. Во Франции этот соус полюбили и через сто лет дали ему новое имя – бешамель в честь одного из придворных короля Людовика XIV. Но тогда объясните мне, почему итальянскую лазанью готовят именно с этим соусом? Однако больше не будем вдаваться в исторические подробности и просто приготовим соус бешамель. А для приготовления нам понадобятся все ингредиенты для одного литра соуса бешамель. Масло 100 граммов мука, 100 граммов соль одна щепотка, мускатный орех по вкусу и молоко один литр. Для начала в одной из кастрюль мы подогреем литр молока. А в другой кастрюле расплавим 100 граммов сливочного масла. Масло растопилось, мы выключаем комфорку и насыпаем туда 100 граммов муки. Все тщательно перемешиваем. Перемешивать лучше деревянной лопаткой, чтобы не портить стенки кастрюли. Масло с мукой размешано. Теперь мы добавляем туда немножко молока, буквально два половника. Включаем опять комфорку и размешиваем все до однородности. А сейчас можно залить оставшееся молоко. Соус стал однородным. Теперь мы посолим и натрем туда мускатный орех. Готовить соус башамель я буду 5-6 минут, постоянно его помешивая, до получения нужной мне густоты. Если вы хотите получить более густой соус, то вы должны добавить больше муки. А если более жидкий, то естественно муки надо взять поменьше. Я готовил свой соус на среднем огне ровно 6 минут. Вот такая плотность меня полностью устраивает. Теперь я его перелью в соусник. Итак, очень простое приготовление, но очень популярный в кулинарии соус башамель готов. В последующих видео мы расскажем, в каких блюдах он используется. Ну, а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Пока!